Кришна без предсказаний Я слышала, что Кришна без предсказаний, что Кришна без предсказаний Подпитывает их внутренне, невидимым образом. Понятно, что в дваждом мире, если он создает Дейланд, значит, он должен создавать и зло, демоны. Кто такие демоны? Это жители нижних планет? Какую роль они играют для человека? Если они могут выходить с планетой, как наша, промежуточной, могут ли они выходить в высокие планеты? Или они занимают только свою позицию? Какой смысл их существования для нас? Испытывать нас? Перейди потом в вторую часть вопроса. Когда мы слышали, что Кришна без предсказаний то, что Кришна без предсказаний и демонов? Он не партнер. Какой роль для того, чтобы демонов в нашей жизни? Они живут на планеты? И когда они приходят сюда, что это означает для нас? Какой роль для того, чтобы тестить нас? Какой смысл это означает? Потому, что Кришна без предсказаний тоже без предсказаний и для того, чтобы достать демонов в нашей жизни? И вторая часть вопроса. Мы также слышали, что Кришне необходимы демоны, чтобы лило борьбы, когда ему хочется подраться. И почему во всей истории человечества вокруг этой темы такой, можно сказать, хаос? Значит, египетские джинцы говорили, что демоны – это сет, то есть семь капитальных грехов в нашей регии. Платон говорит, что демон – это дайвун, то есть наш эрус, и который нужно в себе найти, и он нам помогает, испытывая нас. И для того, что он должен стать нашим альятом, трудом. Кристианская религия говорит, что демоны – это сатана, то есть анти-кристов. И таким образом такая путаница, что как беда нам, если может какое-то прояснение дать, чтобы конкретизировать эту тему для нас? Также в различных религиях в мире, это не очень очевидно. Я имею в виду, что все у них есть демоны. В египтянской экологии говорили, что демоны символизируют капитальные беды. Также в Платос идеях это означает, что демоны являются как интернет-эроскопом, и он способен задавать вас, и он способен задавать вас, и он способен задавать вас, и он способен задавать вас в конце, если вы совершаете все эти тесты. И в христианстве это как анти-христианство. Какие люди думают о демоны? Каковы их верболы? Во-первых, когда говорится о том, что Господь поддерживает и демонов и демонов, Имеется ввиду, что с твоим взглядом Господь создает Вселенная и Он создает все существование. Без воли Господа ничего не может произойти, не может быть никакого движения и даже не может быть времени, потому что время – это выражение воли Господа. Итак, в Универсии всегда есть конкурсия между трех гунами – Саттогун, Раджакун и Тавакун. Всегда один идет, а другой идет, а другой идет, а другой идет, а другой идет, потому что они могут все увеличить или увеличить в то же время. В очереди одна из них преобладает, а другой – слабее. И как они меняются? И когда в мире преобладает Саттогун, то девы и Булугоги становятся более сильными, а когда преобладает Раджакун и Тавакун, то демоны преобладают. А демоны живут на планете, на планетах ниже земной системы. Сутал, Витал, Артал. Сутал, Витал, Артал, Артал. И… за родственниками! В каком-то смысле они очень религиозны. Это означает, что они совершают амирскую благочестивую действие, дхарма. Но они привязаны к результату, и их цель – это собственное наслаждение. Потому что когда вы совершаете работу, привязанную к ее результатам, это ради Луна. Например, Дури Йодхана. Он демонический по природе. Но когда он уезжал ранен и умирал на поле битвы, то Верховный Господь подошел к нему и принял форму рамана. И он сказал, пожалуйста, держите руководство. И он говорит, что они любят руководство. И они хотят руководство. Так что он просто получил золото из его души. И он взял золото и отдал его. Даже когда он умирал. И тогда Господь в образе брамана попросил какую-то благотворительность пожертвования у Дури Йодханы. И Дури Йодхана, несмотря на то, что он умирал, у него было только золото в зубе. Он вытащил это золото и дал ему это браману. Потому что Дакшатрия – это честь Дакшатрия Гравина. Даже если вы можете видеть Ирани Кашипу, он совершил очень суровые аскетры. И йога садхана. Так что эти очень мощные демоновские личности, они развиваются силой, и делая дармические активы, и разные типы садхана. Но их цель – это не удовлетворять Господа, их цель – это удовлетворять Господа и Его чувства, а создать свои чувства. Некоторые из них контролируют разные планеты. И планеты влияют на суть других существ здесь. Поэтому человек может быть под контролем такой дурной планеты. Как рака. Наш опыт на этом планете существования и наше понимание того, что происходит, очень ограничены. Но мы чувствуем, что мы все можем, что мы можем понимать, возглавливать, двигаться руками и ногами, что мы контролируем наше тело, но на самом деле каждую часть тела контролирует это. Сурия дефисный повсюду в глазах. Сурия дефисный повсюду в глазах. Акни дефисный повсюду в головах. Акни дефисный повсюду в тариже. Индра контролирует руки. Таким образом, наше видение мира и всего, что происходит, оно очень узкое, это всего лишь одно измерение, так как на самом деле очень много измерений и очень много планов существует. Таким образом, в этой веке Кали, он как мощный, как Девата, но на самом деле это демон. Это Кали Махараджа. Он проживающий век Кали Махараджа. Это немного напоминает сатану в христианстве. Таким образом, когда человек поддается искушению, не выдерживает и начинает заниматься какой-то греховной деятельностью, например, есть не акции и уступает беззаконно интимное отношение с противоположным полом. То тогда Кали входит в ум этого человека и завладевает его жизнью. И постепенно такой человек все больше и больше пропадает как влияние Кали Махараджа. Таким образом, в христианстве говорили, что если ты будешь грешить, то над тобой возьму контроль демона, сатана над тобой забладеет. Это правда. То есть святые в разных религиях разбили такое понимание этих вторых принципов. В 16 главе Бхагавадхиды приводится анализ суров и асуров, их свобавы, то есть природы демонических личностей и наших таких делот. Таким образом, асуров, демонов заключается прежде всего в том, что у них есть мнение, что ничего в этом мире не имеет источник один изначальных, главную причину. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными, с различных документами. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными. Они прибегают в различных стратегиях для того, чтобы это сделать. Одна из самых популярных методов. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными. Иногда участвуют в разных дебатах с учеными. и движение от одного степени в другом, но нет в целом эквилибрии системы. Так что один движение здесь является причем движения здесь, который является причем движения здесь, поэтому все разные движения и все это зависит от взаимозависимости, и нет ни одного основного причина. И не от равновесия, а просто вот эти разные факторы, они то усиливаются, то уменьшаются, и вот так они друг от друга зависят. So this theory of interdependent position has been very nice with you today in Vedanta. Vedanta Sutra, в свою очередь, опровергла эту теорию взаимозависимых причин. Because it is only an analysis of instrumental causes. But instrumental causes are not fundamental. For something to have an instrumental effect on another thing, then you have to have two things existing in the first place. And those things have to have a shape and form. and the forms of things cannot be explained by instrumental causes. They are irreducible to instruments. And also the forms have to have the teleology. That means that there is a range of effects that they produce. And there is also an ingredient. So in this way, the theory of interdependent causation has many faults, in the sense that it only deals with instrumental causes. And it does not address the other three types of causes. Equidian cause, teleological cause, and formal cause. Which are all the preconditions for the existence of instrumental causes. So in this way, in Vedanta Sutra, this idea of creaking of aeticism of interdependent causation which is very evident to this idea of that the question of interdependent causation is the idea of aеличiveness of interdependent causation. Все происходит хаотически случайно, просто по природе. Единственный смысл жизни – это исполнение своих желаний. И такое понимание, что я контролирую все. И я тот, кто наслаждается. И я совершенна. И я счастлива. И сегодня у меня так много богатств, а завтра будет еще больше. И этот человек стоит у меня на пути, поэтому я его убью. А этот человек стоит у меня на пути, он является препятствием, поэтому я его убью. И таким образом Крестный перечисляет такие симптомы, компоненты, которые вместе формируют свабхаву демонов, Асурам. А Божественная природа – это осознание того, что я очень ограниченное существо, и для таких людей, с такой Божественной природы, это очевидно. Я полностью завишу от Рыковного Господа во всем. В любой момент жизни я могу потерять физическую силу. У вас может быть инсульт, инфаркт. И также вы можете потерять умственную силу, разум. На вашу память. Концентрацию. Мы зависимы во всем. Мы зависимы во всем. Мы зависимы во всем. И удачная способность всей силы – это Бог Его. Так что удачная, хотя бы у нас есть удачная поддержка для нас, удачная поддержка для нас, удачная поддержка – Супремя Господа. И, в самом деле, интимная поддержка, это тоже Супремный Господь. Когда наша сознание чистой, мы можем его представить. Таким образом, мы понимаем, что, несмотря на то, что есть какие-то системы поддержки, какие-то промежуточные системы посреднические, на самом деле, причина всего-всего и причина нашей поддержки, последняя изначальная, это Роковный Господь. И также, потому что промежуточная причина, это тоже Он. Таким образом, это очень полезный способ думать о жизни, что наши теористические психологические тенденции относятся к демонам, потому что они являются экспрессией демонской менталитии, которая находится внутри нас. Очень полезно думать так, что наши материалистичные тенденции являются отражением демонического менталитета, потому что эта часть этого демонического менталитета присутствует в нас. В лилах Кришны Кришна убивает много демонов. И Шрила Баклината Дакур объясняет, какой демон представляет из себя какой негативный компонент, такой демонический аспект нашей психологии. И когда преданный слушает лилы Кришны о том, как Кришна убивает какого-то демона, то, по милости Кришны, вот эта демоническая тенденция как раз именно этого демона в сердце такого преданного тоже разрушается. Поэтому лилы Кришны, когда убивает демона, это не какие-то истории, которые к нам не имеют отношения. Это не фантазия, в которой нет практической пользы для нас. Но, в любом случае, все наши страдания, ингредиенты и проблемы происходят из нашей кондиционной менталитеты. И, в основном, преимущество в нашей жизни это быть свободным от этих негативных менталитетов. И, как я слышал, в последние годы, то, что свободное от этих негативных менталитетов влияет. Все наши проблемы и все страдания в жизни происходят от того, что мы находимся в невежественном обусловленном состоянии. И, когда мы слушаем об этих венах Кришны, они помогают нам избавиться от этой обусловленности и обрести свободу от этих негативных менталитетов. И, когда мы слушаем об этих венах Кришны, то есть ничего не важно, что здесь учиться и вспомнить о Кришне. Это наша приоритет, это самое важное, это самое эффективное, и самое полезное. Поэтому нет ничего для нас более важного, чем слушать о Кришне, восставать Его имена и пометовать о Нем. Это самое важное для нас, это главный приоритет для нас, это наиболее эффективное и благоприятное из всего, что можно делать. Таким образом, мы понимаем, кто такие демоны, какова их роль в нашей жизни, и как преодолеть их миления. Это эрос, который нужно найти людей, его понятия в семье, и вопротить его понятия, что это тоже будет для себя. И в практике, что вы любите Плату, и Плату, что демоны, демоны, это эрос, в том, что вы должны быть в пареншем с артистантом, и потом вы можете работать вместе. Да. Эрос, в большей культуре, это абсолютно. В ведической культуре, эрос – это Купидон. А Купидон – это то, что вызывает сексуальное влечение. То есть, очень сложно это преодолеть. Купидон очень гордится тем, что он создал проблемы для абсолютно всех, для деватов, для возвышенных мудрецов, для таких как Шива, храма, народов не нужны. Единственная личность, которую он одолел, это Кришна. Глядя на красоту Кришны, в Купидон падает оморок. и вы будете свободны от его силы. Поэтому, действительно, нельзя с ним бороться. Нужно подружиться с ним. Это значит, что ты скажешь, «Гомотех, выручни, пожалуйста, я вас желаю». Тогда Кришна придет Кришна, и вы будете свободны от его силы. Тогда придет Кришна, и Купидон упадет в оморок, и вы будете свободны от его силы. Also, it could be considered as an analogy of making friends with Cupid, is that the sexual desire, when it is utilized in an economic way, then it is more manifestation of the Vibhuti, the influence of Krishna. Также мы можем провести другую аналогию, что когда сексуальное влечение используется, применяется дхармическим образом, то это является проявлением в Vibhuti, могущества Кришны. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Я – Кама, которая не противоречит дхармических принципов». Если религиозные мужики имеют секс, исправить дхармическим ребенком, то это проявление Vibhuti Кришны. Если есть семья, которые официально замужем, они религиозны, и они хотят зачать ребенка, который будет хроничным, то это проявление Дебути Кришны. И нет никакого другого влияния в этом. Но если это не прокреационно, но рекреационно, то это просто информация Раджагуна. Раджагун раджагуна дестабилизируется. А там где ум не стабилен, вы обречены идентифицировать себя с телом, и поэтому душа попадает в ловушку. А этот раджас, который в нестабильном состоянии, он становится тамасом, это приводит к разрушению. Поэтому очень опасно, очень такая скользкая дорожка привлекаться от действия раджагуны. Если вы ступили на эту горку, и вам уже трудно сойти, вы просто скользите по ней дальше и спускайте вниз. Человек в гуне страсти думает и наслаждаюсь. Но потом это выходит из-под контроля, и они приходят в те условия, где они страдают. Таким образом, цель дхармы – это поднять живое существо на саттвагуны. На уровне саттвагуны естественным образом пробуждается гьяна. Адма-хай-релек, то есть способность вовлечать между духом и материей, между истиной и иллюзией. И еще одна часть, последняя. В этом консекте, кто такой Lucifer? Вот этот книг, не того, как говорится, а «Function of Anglia». И может ли конечная стадия келемида, Джераль Кали перейти в портанюгу без разрушения человеческого? Да. И последняя часть, кто такой Lucifer? Какой-то концепт, как «Function of a fallen angel». Есть ли такая вещь? И затем, саттва-юга приходит после Кали-юга без этой destrucción и все эти негативные эффекты. Да. Кристос может сделать что-то, что он хочет. Это то же самое, что спросить, может ли уйти весна сразу после зимы, без того, чтобы листья опадали. То есть, все идет так, как идет. В христианстве есть наука о демонах и ангелах. Есть очень много категорий ангелов и демонов. Сатана, и Русифер, и Бейонсебук, и другие. Для демоновых людей, они все нужны с одного человека. Но это действительно разные аспекты. Их христианство. Есть сатана, есть Пюцифер, Базибульфы. Есть много демонических личностей, но обычно люди просто считают, что есть одно большое воплощение зла. Так же есть ангелы, хирургимы, серафимы и так далее. Так же есть ангелы, хирургимы, серафимы. Так же, в мидической культуре, я думаю, что есть разные уровни планеты. Действие различных уровней планеты. Девомы, кем-то с геомонами. В мидической культуре есть разные разные уровни планеты. где живут Девоты и Демоны различного уровня. Воказается в падших Ангелах, то все падшие Ангелы. Не в том смысле, что кто-то упал из Духовного Мира. Живые существа так двигаются по кругу, по колесу самсары. Иногда, когда у них хватает благочестие, они становятся Девотами. И пока их благочестие, у них есть запасы. Они живут как Девоты, потом они падают. Они тогда на Земле, потом, если они декордируют, они могут попасть вниз на демонические планеты и так далее, и идти по кругу. Поэтому мы можем сказать, что есть Демоны и нападшие Ангелы, а Ангелы – это возвысившиеся Демоны. Но это все Дванба, это все дуальность. А Пандит – это тот, кто смотрит на всех одинаково и равнозначно. Вы увидите, что каждое живое существо – это Адва Душа. Адва Душа – это паркаш, проявление частичка татаста шакти Господа. И что они выглядят, если это бог или не бог или ничего, это очень суперфициально. И у них есть, конечно, покрытие, которое может быть демоническим или божественным, но это все внешнее, поверхностное. Поэтому тот, кто находится в дуальности, в Дванбе, он занят тем, что просто рассматривает вот эти различные противоречия дуальности. А преданные думают, что все из Брама. Это означает, что материальный мир, три гуны – это все энергия Кришна. Внешняя энергия. Вне части Его здорового – внешняя энергия Кришна. А все души – это тоже энергия Кришна, только татаста энергия. А Духовный мир – это его внутренняя энергия. Поэтому все является энергией Кришны, все не отличное от Господа и нет никаких проблем. Единственная проблема – это почему у меня нет приема, почему у меня нет чистой любви Кришне. Когда у Санаты Нагасвами было заболевание кожи, он обнимал его. Он сказал – не трогай меня, я заражен. Он сказал – нет, я не могу думать таким образом, это будет против Моей Дхармы Саньясы. Потому что тот, кто отвечает, не должен привлекаться в дуальности. Санirs. Знание того, что вот это хорошо, а это плохо, это всё Манудхарма, это религия ума. То есть думать, что вот эта вещь хорошая, вот эта вот плохая, это всё ошибочно. Это не значит, что вам передается лицензия для того, чтобы действовать, не включая разум, не различая ничего. То есть нельзя сказать, ну ладно, я теперь буду грешить, и эти грехи абсолютно равнозначны благочестивой деятельностью. На уровне поведения мы должны рассуждать так, с точки зрения сатвагуны. Но внутри, в нашем сердце, в внутреннем видении мы должны думать, что всё есть Господь. И мы не привязаны к ничему, не отопляем ничего. И тогда он станет стабильным, и преданный может сфокусировать на том, чтобы воспевать Харинаму, и постепенно придёт служение его собственной сфорупе Радхи и Кришни. Шри Ларханаси и Джелиги OM «О, мой дорогой Бог, пожалуйста, не забудьте о том, что называют Дхарма и Адхарма, не забудьте о том, что называют Дхарма и всеми этими двойственностями». А лучше погрузись полностью в перечарие Севу, очень маленькое и сокровенное действие в служении Радхи Кришне. Я хотела сказать, Вы задавали вопрос об Уннати-гарме. Наши Госвами не описывали этот концепт все равно. И в других своих писаниях Шилы Бхактирнотдаху кроме Прямо Прадипта он не писал об этом. Но даже там Прямо Прадипта он не говорит об этом, он не объясняет этот термин. Гарба означает как лона. Это место, где кто-то развивается. Уннати означает «продвижение». Когда он говорит, что Шандараса – это один вид, это означает, что если человек в Шандарасе, то он там в столице. Но это может быть человек, который культивирует мудра в Дасе. Он может быть в двух типах. Он может быть ситуацией в Сиддадасе, perfect Дасе. Или он может быть транзитом через Дасе. Потому что это Дасе – это Гарба. Это место, где какие-то более высокие расы, которые будут развиваться. Уннати Гарба. Это место развития для более высоких расы. Но может быть такое, что у человека в Дасе расы остается в жутко… Нет, Сиддадаси, Гарба-даси расы. Или это будет таким лон, где более высокие расы будут начать развиваться. То есть, может быть, так постепенно человек может быть разовет Сакхи и придет совершенно Сакхи. А может быть, дальше он будет, перейдет в Мадурию. Может быть, он сразу придет в Мадурию. Но если он придет в Гацалию, Гацалия – это не раса, которая может быть называемой унна-тигарба категории. Потому что, когда Гацалия развивается, она останется в Гацалии. Потому что она абсолютно не совмещается с Мадурией. Но Вацалия раса никак не совмещается с Мадурией. И это такая раса, что… Ну, в общем, если есть Вацалия, то это только Вацалия. Там не может быть других рас. Прекрасно. Могли бы Вы сказать суть того, что вчера говорил Ачеталава Бададжи? Суть того, что вчера говорил Ачеталава Бададжи? Прекрасно. Пожалуйста, объясните, какой основной основной, что это значит, что это значит Ачеталава Бададжи? Потому что, ну, перевод был не очень, перевод был не очень, как бы, вовремя своевременном. И хотелось бы, вот в контексте того, что… The essence was this, that he was quoting Раван Баджиаде. Он цитировал Раван Баджиаде. Saying that the Supreme Lord has four forms. Что у Верховного Господа есть четыре формы. That means, first, in the Baikun, the Paraby, his own form in the spiritual world. So this is a Swarup. You cannot get mercy from him. The conditions also cannot get mercy from him. Но обусловленные души не могут получить милости от этой его Swarup. So they need us so many avatars. So many avatars came and waited, but we are still here. So that was also not so helpful for us. Then the next form is Четия Гуру Параматма. So we cannot receive the Paramatma to get his mercy. So though he's there, also it's as good as he's not being there, because we don't get mercy from Paramatma. So then he has archer form. The deity. And the deity we can directly perceive to be in accordance with our advancement. And we can bow down and serve the deity. So he was speaking about the... Because it was the Paramatma today, so he was speaking about the Britannia. And then on the other altar, the Vajrasya 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 Vajrasya. And then at the Shukji, the Vedas are worshipped. That is Negama Shastra. And on the other side, Agama Shastra. So that means the Purana specifically, it's Tsume Bhagavata. So we were saying that in Ashram Supreme Lord, all of Patambehあれarshan, all Hawaiian Sh cheering himself is the Volana Mah glandsipper shape, and the international act within Shastra. And it's made a project! With 그건 on one hand, everyone will apply. and our Shastra put in addition to Vajrasya 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 Vajrasya, То есть, подобно тому, как животное передвигается на четырех родах, вот процесс развития Рагануга Бхакти тоже покоится на четырех родах, в четыре аспекта. Первое спект, первое нога Рагануга Бхакти – это лобха, жадное стремление. Это лобха, и тогда он это говорит... Притейнайте шастыр и лобхитр анталлогатхиллакшана. Это, когда если наше интеллигенция является не только в том, что Снurискра и Лобхитр, с лобхитр, с бэти, с лобхитр. Шастра, will, is not the cause of eligibility for Raganava Bhakti. The way that Shastra and Yana and the faith in Shastra is the cause of eligibility for Raganava Bhakti. So the first leg is to load her. Then the next leg is to be Raganava Bhakti. So the recorded words to be Raganava Bhakti. Because Raganava Bhakti is following in the footsteps of the Turkish associates. It's essential to be an Anugatya of Gurudev and one that will gradually become qualified to be an Anugatya of Krishna's associates. And that means under the guidance. Yes. So Raganava Bhakti is following in the footsteps of the Krikshana. Then he said the third leg is a Kripa. 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 And А четвертая нога – Анна-Нега. Одонаправленность. Нельзя обыть двумя ногами в двух лодках, в двух лодках, в двух лодках. Если вы хотите быть правильным в Раба-Нога-Батте, вы должны быть полностью дедикателем, полностью доводен и фокусирован к этому цели и цели. Если вы хотите быть в Раба-Нога-Батте, вы должны полностью всецело посвятить себя этой цели. То есть это означает Ананита в вашей садхане. Ананита – один форма Кришна, одному ништа-деву. Ананита – serving an кишта-деву в один mood, в один раса, и также в Мадурия-Расса. Есть много разных аспектов в Мадурия-Рассе. Так что вы должны быть фокусирован на точном состоянии, в котором вы испытываете. И также Ананита – это служение вашего дебу в одной расе и также в одном настроении, потому что, например, в Мадурия-Рассе очень много много настроений, и поэтому это такая фиксация в одной расе и в одном настроении. Это такое разуме от того, что Батаджи как сказал. Маленькое еще уточнение. Особенно это вопрос. Правильно я понял из перевода то, что Батаджи сказал, что если что-то к вам приходит и этого нету в Шима-Бхагаватам, то это не дает соистину. Твою Мадурия. Я правильно понял, что Батаджи тоже сказал, что если что-то приходит к тебе, но это не написано в Шима-Бхагаватам, там нет Романа, то это не аутентично. Правильно. Я не помню, что Батаджи это говорил. Я не помню, что Батаджи это говорил. Спасибо. Спасибо. Шима-Бхагаватам это лучший праман. И если у вас есть какие-то реализации, и это поддерживает Шима-Бхагаватам, то это очень хорошо. Если у вас есть какие-то реализации, и Шима-Бхагаватам поддерживает это, дает права, то это очень хорошо. Если у вас есть какие-то реализации, но Шима-Бхагаватам это опровергает, значит, это неправда. Если у вас есть какие-то реализации, но Шима-Бхагаватам это опровергает, значит, это неправда. Но вы не можете сказать, что человек может получить реализацию, что это не реализация, что это не реализация, но это не описано в Шима-Бхагаватам, Нельзя сказать, что если у вас есть какая-то реализация и ее не пророгает Шима Бхагаватам, но не описывает ее, нельзя сказать, что это неправда. Если вы осознаете ваше духовное имя, а в Шима Бхагаватам этого не написано, ну что вы тогда будете делать? Шила Бхтипнута-такура да Камала Манчари, но в Шима Бхагаватам об этом не упоминается. Если у вас есть реализация и Шима Бхагаватам это опровергает, значит конечно же это неправда, не может быть такой реализации. Но если Шима Бхагаватам не опровергает реализацию, но и не описывает ее, это не значит, что вы неправы, что этого не существует. Если человек погружается в дьяна и самадхи, то все, что они испытывают, их опыт это правда. А если вы не в дьяна и самадхи, тогда вы в Майя. И вы тоже не должны проверять, потому что вы знаете, что вы в Майя. Тогда и так не надо ни с чем сверяться, чтобы сказать, что вы не забуждаетесь. Шима Бхагаватистанца Расвани Такур говорит, что когда человек в Майя, даже когда он цитирует шастры, цитирует идеальным образом стив, дает показания страниц и всего, он все равно не прав. Потому что слова, что он говорит, это правда, но на самом деле это добрация Раджа-Буны. И когда вы будете это слушать, вы тоже попадете под влияние Раджа-Буны. Поэтому это неправда. А если Вайштаф говорит, то он немножко сделает ошибку в стихе. Иногда Вайштаф может быть немножко перепутать один стих с другим, там несколько слов. Вайштаф говорит, что Вайштаф сказал, что Вайштаф сказал, что Вайштаф сказал вот это, а на самом деле это сказал живо Госвами. Иногда это бывает. Я был одним из из издателей для лекций Майя Гурдэо. Но иногда нам нужно было немного подправлять. Но в то же время ученик не может думать, о Майя Гурдэе сделал ошибку. То есть, Бхатистанда самозвание такое говорит, что если чистый преданный дает, может быть, отсылку к никто и шастре, или чуть-чуть что-то не то говорит в стихе, то все равно прав. Потому что Чистый преданный осознает Кричту и то, что он говорит, это Шапта-Брава. Если Вы будете это служить, то Вы тоже можете осознать, реализовать Кришну. Поэтому реализация – это все. Старайтесь войти в эту стадию реализации. Однажды один ученый из Гарборда приехал во Бриндавы. И он работал здесь со исследовательскими институтами. Он сделал такие цифровые копии манускриптов. Очень много исследований делал. И он пришел к Чире Гурдэу, Парам Гурдэу. И вместо того, чтобы поклониться и смиренным настроением задавать вопросы, а потом слушать ответ, он так презентовал себя. И я сказал, что посмотрите, я вот это сделал, я вот это сделал, я вот это написал, я исследовал вот это. И очень долго рассказывал о том, что он сам исследовал. И Живо Гурдэх, Парам Гурдэх смотрел на него с умилением. И потом, когда этот ученый устал от того, что занимался своим собственным киртаном, рассловением себя, Парам Гурдэх спросил, а что ты понял, что ты осознал? И ученый открыл рот. Только в этот момент у него достигла реализация. Он осознал, что он не осознал ничего. Я не критикую этого ученому, потому что он сам рассказал мне эту историю. И тогда Парам Гурдэх сказал, что теоретическое знание — это без знания. Реализованное знание — вот это знание.